Если думаете про винтовую лестницу для вашего домика, может быть, берите на заметку. Разбираем странный домик из Бразилии. Летим в Бразилию, побережье справа, маленький город Кутриба, маленький, но столица. Столица штата. Архитекторы не дали информации, где находится этот домик, где он находится точно. Поэтому примерно где-то там. Или может быть там, вот в этих симпатичных, очень симпатичных горах. На всякий случай, кто не знал, Бразилия прям огромная оказывается. Много света, много солнца, от этого ряд интересных решений. Топлая штука, конечно, винтовая лестница. Как солнце работает с деревом? Смотрите материалы. Теплое дерево везде. Раз, 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 раз. И чистый белый. Пол, диван, потолок, стена на улице и даже стулья. Два цвета, максимум три. Ну там есть еще и черный. С этим можно делать красивую композицию. Делайте четыре, ваш мозг может разорваться. Делайте пять, вы сошли с ума. Или, скорее всего, у вас очень плохо со вкусом. Или нет. Anyway. У нас нынче очень терпимый мир. Ну, ребята, кстати, розовым тоже развлекаются. Раз, два, три, четыре, пять. Через декор решетки пропускают свет. Получают декор динамичный. На полу и на предметах интерьера. Тот же декор цитируют вот здесь. Получают один простой паттерн. Стильный паттерн. Декора, который они масштабируют на дом. Снаружи прикольно. Потому что прямоугольники модернистские. А так как тут стекло, такое ощущение, что это парит в воздухе. А так как тут деревья, такое ощущение, что деревья это и есть несущие конструкции. Что? Ну, там пальмы. Может быть, эта идея пришла спонтанно. Но тема классная, согласитесь. Простыми вертящимися дощечками они контролируют потоки воздуха и видимость. По цветам теплый деревянный, белый. И так как вода по сути синяя, потолок синий. Ну и потолок отражаясь дает этот цвет. Любопытнее картинка складывается из сада. Декор наверху сохраняется. Этот декор это стена. Это массивная большая штука, которую дико изящно своими изгибами поддерживает лестница. Смотрите, как круто. Бассейн это продолжение комнаты. Ты выходишь из бассейна, ты попал в гостиную. Ты идешь из гостиной или в сад или в бассейн. Внешнее пространство это просто часть внутреннего пространства. Границ нет. Границы размыты. И сверху эта структура как странный цветочек. Изнутри классно и лаконично. Что это? И подставка для всего, и сиденье. Шикарно, конечно, такая лестница делает пространство. Стол невесомый в интерьере. Стекло. Стулья невесомые в интерьере. Полупрозрачные. Трогательные, нелепые, странные ножки. Дико милые на фоне большой, чудовищно крутой конкретики. И эстетика этой конкретики лестница. Это при виде из сада. А при виде в сад ситуация кардинально меняется. Пространство чистое, белое и зеленое. Лестница так же крута, так же доминирует, но уже не давит. Мебель белая, чистая, чтобы работать со светом. Низ прозрачный, верх прозрачный. Кто любит ситуации на плане разглядывать, вот можно поразглядывать. Экспликация, план. Еще один этаж и еще один этаж. Как работают материалы? Внизу габионы, сильно, мощно. Вверху прозрачная деревянная структура. Я не фанат таких историй, но если они сделали, значит они такое любят. Кстати, вот эти двери раздвижные и геометрия внутреннего пространства может быстро поменяться. Тут такая же чистота и модернистская простота. Стильно, чисто, круто. И у ребят все нормально с запасами. Зачетный винный погреб, однако. Могут достаточно времени не продержаться, чтобы не бегать в магазин. Немножко сиборитства в этом странном, сложном, непростом мире. Смотрите, как круто работает второй этаж. Вот та деревянная сетка, которую мы видели снаружи. А внутри получается атриумная структура. Тут стоит человечек и смотрит вниз на внутреннее пространство. А внутреннее пространство в два раза выше по высоте. Сюда уходят комнаты, а вот тут центральные приватные объемы. Круто. Еще крутая тема. Как изнутри, из этого приватного пространства, человек выходит наружу. Приходя в шезлонги, он уже попадает в бассейн. Но чуть-чуть он может лежать тут в воде, почти в воде. И как кокодрилла сползти вот сюда. Данный домик плотума вот этой группы архитекторов. Авторы этих симпатичных фотографий вот. По материалам вот этого сайта. В общем, мне кажется, проект очень крутой. И есть на чем подумать. Взять себе осмысление. Преломляя под своим углом тот проектный подход, который показали бразильцы. Я как поклонник классичной итальянской эстетики не в полном восторге. Но как универсальная парадигма для осмысления пространства, тут прям есть чему поучиться. Прикидывайте на свои задачи, на свой бюджет, на свой климат. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Пишите в комменты, что думаете. И так как у меня канал по проектному скетчингу, перьевыми ручками. Ну почти. Прикидывать можно, как я. Вот таким способом. Вот таким. Вот так условно и примерно делая зарисовки. И даже вот так. Мило, симпатично, нелепо. Но вполне внятно и доходчиво. Вид такой. Вид такой. Чуть продеталить. Маленькую простую идею очень быстро зарисовать. Если нужно, то подробнее разработать. Вот, например, как эту ротонду. Нужно и подписать. Важно и отметить. И симпатичный проектный скетч. Это просто быстро, стильно и круто. Уроки по такой графике у меня в описании к видео. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао.